Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Наконец-таки я приобрел в свою мастерскую довольно нужный сейчас мне инструмент. Это маленький хоббийный токарный станок. Мой выбор пал на довольно разрекламированный в интернете бренд Jet, о чем я уже очень сильно пожалел, но об этом чуть попозже. В общем, станок у меня без дела стоит уже два с половиной месяца, и его уже обосрали мухи. И, к слову сказать, мухи редко когда ошибаются. Почему он стоит у меня так долго? Дело все в том, что этот станок требует огромного количества доработок, а это значит на него нужно потратить большое количество свободного времени, коего у меня особо и нет. Но настал тот момент, когда мне этот станок сейчас очень сильно нужен, поэтому нужно приступать к его доработке. Почему я выбрал именно такой станок? Такого размера, такой формы? Ну, по двум причинам. Во-первых, у меня мастерская очень маленькая, и мне большой станок просто поставить некуда. А вот этот маленький хабильник я поставлю в нижнюю нишу вот сюда, сделаю для него инструментальные ящики, сделаю освещение, и можно будет спокойно перед печечкой на табуреточке работать и выполнять необходимую мне работу. Ну и вторая причина, то что бюджет был очень сильно ограниченный, а я все как бы покупаю, весь инструмент, только за свои собственные деньги, поэтому выбрал этот станок, купил на Авито, съездил, забрал человека, который занимается авиамоделизмом. На этом станке он не работал совсем, так что он может считать, что этот станок абсолютно новый. Кроме того, он к нему мне дал дополнительную оснастку. Это четырехкулачковый патрон, вращающийся центр и патрон, и первоначальный набор резцов. Каких-никаких, но все-таки резцов. Теперь вкратце пробегусь по основным характеристикам этого станка. В общем, вес станка составляет 43 килограмма, и потребляемая мощность 350 ватт. И тут я, в принципе, в недоумении. Написано, что мотор потребляет 2,2 ампера, а мощность потребляемая 350 ватт. То есть тут мощность должна быть под 500 ватт, но я не знаю, как китайцы так считают. Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной составляет 180 миллиметров, а над суппортом 110 миллиметров. Расстояние между центрами станка составляет 350 миллиметров, но на практике гораздо меньше. Минимальная автоподача, которая предусмотрена на этом станке, это 9 соток на один оборот. Станок имеет возможность нарезать как метрическую, так и дюймовую резьбу. Метрическая резьба обозначена вот на этом шильдике. Мы имеем возможность нарезать шаг от 0,4 до 2 миллиметров. Смена шага резьбы осуществляется путем смены шестеренок в гитаре этого станка. Все шестерни идут в комплекте. На задней части этого станка имеется рычаг переключения скоростей. Если рычаг повернут в положение L, шпиндер вращается с частотой от 100 до 1200 оборотов в минуту. Если же рычаг переключен в положение H, то шпиндер вращается с частотой от 300 до 3000 оборотов в минуту. Что очень даже неплохо для такого маленького станка. Также здесь имеется рычаг переключения вращения ходового винта. В верхнем положении винт вращается против часовой стрелки. В нижнем положении по часовой стрелке. Также имеется нейтралка, когда винт вообще не вращается. Это довольно редкая опция для таких маленьких станков, которая позволяет нарезать левую резьбу. Конус шпинделя, который находится за патроном, здесь номер 3. Диаметр сквозного отверстия шпинделя 20 мм, что позволяет зажимать длинные прутки диаметром не более 20 мм. На задней бабке конус номер 2, что позволяет зажимать конуса с номером 2. Ход поперечной подачи 65 мм. Ход малой продольной подачи 55 мм. Резцодержатель здесь по паспорту способен зажимать резцы на 8 мм. Но это не в какие ворота, резцы 8 мм очень жидкие. Будем переделывать, чтобы резцодержка могла зажимать резцы на 12 мм. И чтобы они были ровно по оси вращения шпинделя. Основные характеристики этого станка я вам озвучил. А теперь я хочу поговорить о плюсах и минусах этого станка. Начну, пожалуй, с плюсов, потому что их здесь очень мало. Одним из самых важных плюсов этого станка является то, что станина выполнена из качественного чугуна. И она термически обработана. То есть напильником берется очень плохо. Напильник при этом тупится. Геометрически станина ровная и отшлифованная. Это я уже сам лично проверял за кадром. Также к плюсам хочу отнести очень удобную кнопку аварийной остановки. Она расположена именно там, где она должна быть. То есть если вдруг что произойдет, то просто ударом руки станок полностью останавливается. Кнопка переключения шпинделя в реверс находится вообще в очень удобном положении. Особенно при нарезании резьбы. Проверено. Ну и нравится то, что здесь очень плавная регулировка оборотов. Также к достоинствам могу отнести то, что в этом станке имеется рычаг переключения и вращения шпинделя. Что расширяет возможности этого станка и позволяет нарезать, как я уже говорил, левую резьбу. Она редко-доредко, но бывает нужна. Ну и в принципе плюсы на этом и закончились. Теперь озвучим минусы. Самое первое, что мне бросилось в глаза при беглом осмотре этого станка. А где, собственно говоря, хоть одна пресс-масленка? Вы их видите? И я не вижу. А они обязаны быть. На суппорте продольной подачи они обязаны быть. На суппорте поперечной подачи они обязаны быть. На малой продольной. На ходовом винте, во всяком случае. На задней бабке должны быть. А самый прикол в том, что здесь ходовой винт даже без подшипников. И вопрос, а как его смазывать без пресс-масленки? Пыльников на суппорте продольной подачи нет вовсе. То есть, добро пожаловать стружка на трущиеся детали. Ништяк. Нет, здесь есть одна единственная пресс-масленка. Но она находится лишь только на патроне. Который не от этого станка. Это вообще другой производитель. Вопрос. Как смазывать трущиеся элементы этого станка? Не уж-то кисточкой? Смешно. Следующий косяк. Надеюсь, вы видите, как здесь ходуном ходит рейка продольной подачи. И проблема не в том, что здесь винты не затянуты. Дело все в том, что отверстия под эти винты в самой рейке, просаженные в размере. Этот люфт надо устранять. Клево. Еще одно гениальное конструктивное решение в кавычках. Вы производите здесь токарную обработку. Сыпется сюда стружка. Стружка попадает вот на эту защитную пластинку, которая защищает ходовой винт. И это все правильно сделано. Ходовой винт чистый. Но стружка лежит вот здесь. И попадает вот сюда внутрь. А здесь находятся две шестеренки продольной подачи. Которые с той стороны никакой защиты не защищены. Стружка попадает прямиком в две шестерни. И происходит полное заклинивание продольной подачи во время работы. Ну неужели нельзя было сразу предусмотреть, чтобы эти две шестеренки были полностью герметичны? Я не знаю. По-моему, это полный косяк. Дальше. Если вы нарезаете, одновременно работаете двумя подачами. Продольной и поперечной. Например, нарезаете какую-либо длинную фаску, либо сферическую поверхность. И вы вот работаете, работаете. И получается такой момент, что две ручки сталкиваются друг с другом. Это сейчас я все исправил. Я снял эту рукоятку на продольной подаче. Сточил с нее 2 мм на радиус. И теперь как бы все нормально. А до этого было вот так. Чпок. И все. И продольная, и поперечная подача просто заклинены друг в друга. Очень было неприятно это видеть. Как вы можете видеть, здесь имеется лимб на поперечную подачу и на малую продольную. И вопрос к инженерам следующий. А где, собственно говоря, лимб на основную продольную подачу? Каким образом я должен измерять длину точения? В принципе, рулеткой, линейкой, штангенциркулем, на глаз, на чутье. Каким образом? Я, конечно, понимаю, что это хоббийный станок. Но измерительный инструмент на продольной подаче обязан быть. Иначе просто никак. Здесь, в общем, решение вопроса может быть два. Либо сюда нарезать лимб, либо вставить в заднюю часть электронную линейку. Я поставлю электронную линейку, тем более, что я ее уже купил. По поводу тех лимбов, которые есть. К разметке претензий нет. Измерительным инструментом я уже замерил, что они дают действительно по 2 сотки на подачу. Ну, это естественно, если убрать люфт. Вопрос у меня к малой продольной. Каким образом так получается, что она при выдвижении ее просто входит в стопор? То есть, здесь ни дистанционного кольца нет, ничего. Я, конечно, понимаю, что это дешманский станок. И вы его в серию пускаете как хоббийник. Но эти недоработки реально просто вызывают отвращение к этому бренду. Вот реально просто. В общем, здесь что я буду делать? Я поставлю подшипники и уберу люфты здесь. Поставлю подшипники и уберу люфты здесь полностью. То есть, компенсирую абсолютно все. Плавно перемещаемся к задней бабке. Здесь у нас получается, она может выдвигать пиноль на 40 мм. Даже чуть больше. Разметка здесь имеется, конечно. Но она настолько жидкая, что ее уже на данный момент плохо видно. Хотелось бы, конечно, здесь видеть лимб. И мне его, наверное, все-таки придется делать. Зазоры здесь, конечно, смотрите. Люфты ужасные. Буду ставить подшипник и сюда. Но самый главный косяк и самая главная претензия даже не к этому. Самая главная претензия в том, что эта задняя бабка крепится гайкой. То есть, затягивается гайкой. И если на дальних расстояниях это вообще не проблема, хотя вызывает неудобство и увеличение времени обработки заготовки. Но когда мы подводим, допустим, коротким сверлом вот сюда, то есть подлезть к этой гайке ключом, ну вот просто реально очень невозможно. Поэтому сюда придется делать эксцентриковый зажим. Либо забазируясь от этой стенки и сделаю вот так, либо забазируясь от той стенки. Она гораздо толще, наверное, от нее я все-таки возьму базу. И будет обыкновенная эксцентриковая рукоятка. Это тоже придется переделывать. Также сюда необходимо будет врезать при смазленке, чтобы можно было смазывать вот эту часть и смазывать сам винт. Плавно переходим к защитной крышке патрона. И с ней тоже все не слава богу. По технике безопасности она обязана быть. И это нужно для того, чтобы случайно не оставить ключ в патроне. Крышка была слишком широкая. Для начала я ее немножечко отпилил, чтобы можно было доходить резцом до самих губок патрона. Но в дальнейшем, во время работы, вот этот концевой датчик стал плохо реагировать на закрывание крышки. Для того, чтобы включить станок, необходимо было хлопнуть как минимум три раза. Поэтому я эту крышку сниму, концевой датчик закорочу и буду работать без крышки. На этом токарном станке опционально стоит тахометр, который, по идее, должен показывать частоту вращения шпинделя. Такая себе опция. Не вижу особой в ней надобности. Но если производитель ее поставил, то она должна работать. Отработал он у меня ровно два дня. После чего четыре нуля. И обороты не показываются. Проблема, скорее всего, в оптической паре, которая там стоит на самом шпинделе. Ну, не знаю, буду разбираться. В принципе, она мне особо и не нужна, но если уж стоит, должно работать. Отдельно хотелось бы отметить ужасный конструктив гитары сменных колес. И проблема здесь даже не в том, что здесь пластмассовые шестеренки. Плохо это или хорошо, я не знаю. Во всяком случае, работает все тихо. И надолго ли хватит или нет, я тоже не знаю. Но металлические шестеренки от этого станка можно купить на Алиэкспрессе, если вдруг понадобится. Проблема в другом. Дело все в том, что вот эта скоба, которая держит оси этих шестеренок, настолько по-уродски сделана, что вот к этой гайке, чтобы открепить промежуточную шестеренку, залезть в некоторых ситуациях просто невозможно. А вот эта нижняя гайка, которая фиксирует всю скобу, ну вот это, тут даже ключ не подсунешь. Гораздо бы проще было бы сделать так, чтобы вот эта скоба позволяла бы две пары шестерен вываливать вот сюда. Их собирать вместе и присоединять его к этой шестерне. Это сделать можно, и это я буду переделывать. Вот эта конструкция мне вообще полностью не устраивает, тем более что станок будет стоять вблизи вот к этой стенке и просто вокруг к этой гитаре я подлезть никак не смогу. Мне бы удобно было бы просто вывалить эти шестеренки вот так вот на руку, собрать их, поменять шестерни и присоединить, затянуть. Было бы гораздо удобнее. Но вот данная конструкция это просто ужас. И покажу вам самый основной, фатальный косяк этого станка, который не каждый увидит, но который очень быстро уничтожит двигатель этого станка. Здесь имеется защитная крышка, которая плотно прикреплена к станине. Но, вот в этой части, в углублении, здесь имеется, блин, как бы вам показать, здесь имеется огромнейшая дырень. И как бы на это можно было бы не обратить внимания, но сейчас я поменяю ракурс камеры и покажу, к чему она приведет. Вот я переместился на заднюю часть станка, снял с двигателя защитную крышку, в ней вы можете видеть вентиляционное отверстие. Ну а теперь с этого ракурса мы посмотрим. Вот эта щель, она где-то впалит с шириной. А вот он стоит двигатель, и вот она его заборная часть для охлаждения. И что в итоге получается? Вся мелкая стружка, пыль и масло летит и засасывается прямиком в этот коллекторный двигатель, что приведет к очень быстрому уничтожению щеток и ламелей этого двигателя. На секундочку, этот двигатель для этого станка стоит 22 тысячи рублей. Да-да-да, вот этот 400-ваттный кусок говна стоит 22 тысячи рублей. Прямо сходу, я здесь вижу переделку, можно сюда поставить двигатель от стиральной машинки, точно такой же коллекторный, у которого ресурсов в разы больше. Он даже особо сильно не будет выпирать из этого станка, и даже контроллер к этому двигателю подойдет на стиральную машинку, и все будет работать, и станок станет гораздо мощнее. И не нужно будет использовать вот этот вот кусок говна, повторюсь. Привод здесь ременный, ведущая шестеренка пластмассовая, маленький вот такой вот ремушок. Кстати, ремушок тоже дефицитный, стоит 2,5 тысячи рублей. Ну вот как-то так. Ну а теперь произведем замеры точности этого станка, и забегая вперед, могу вам сразу сказать, станок кривой абсолютно везде. Поверку станка буду производить индикаторами часового типа. В данной коробочке индикатор типа ИЧ, российского производства. Индикатор с точностью в одну сотку. Индикатор очень хороший, но он подходит для измерения более жестких конструкций, потому что давление вот этого измерительного щупа довольно-таки ощутимое. Для более мягких измерений у китайцев прикупил еще индикатор рычажного типа. Представляет из себя он вот такой вот индикатор, у которого есть рычажок. Работает он в две стороны. Цена деления тоже одна сотка. Это, конечно, не метутое, но мы его тоже поверим. Посмотрим, насколько он точный. Также к этим индикаторам приобрел индикаторную стойку. Стойка, кстати, очень даже хорошая. Ссылки на все я оставлю в описании под видео, кому интересно. Примагничивается с любой стороны и фиксация очень жесткая. Крутить можно куда угодно. Прям стоечка классная, реально. Ну, а для того, чтобы проверить, насколько передняя бабка криво стоит по отношению к станине, я буду использовать вот такой шток. Это шток от пневмоцилиндра. Диаметр его по всей длине одинаковый. А то, что он может быть немножечко кривой, это абсолютно и не важно. Для начала, чтобы понимать, с какими пределами точности я смогу работать, необходимо произвести поверку самих приборов. Для этого понадобится набор концевых мер. Первым на поверку встал российский индикатор. За основу взята была 100-мм пластинка из набора. Примагничена индикаторная стойка, зафиксирован индикатор. Под чипом индикатора сейчас лежит пластинка 1 мм ровно. И шкала индикатора обнулена. Убираем пластинку. И возьмем пластинку 1 мм плюс сотка. Сотку и показывает. Пойдем дальше. Миллиметр и три сотки. Три сотки и показывает. Хорошо. Давайте какой-нибудь побольше, что ли, возьмем. Миллиметр плюс 11 соток. Да, 11 соток плюсом и показывает. Дальше. Миллиметр тринадцать соток. Чуть-чуть на минус уходит. Ну и давайте, чтобы выйдет прибор в ноль или нет. Двухмиллиметровая пластинка, по идее, должен быть в ноль. Да. Индикатор уходит в ноль. Значит, точность его соответствует заявленная. Одна сотка. Следующий на очереди китайский индикатор. В точности я очень сильно сомневаюсь. В общем, подогнал ноль к пластинке 1,2. То есть, у меня на данный момент это ноль. От этого будем исходить. Возьмем пластинку 1,21. Плюс сотка. А показывает уже 1,3. Уже даже на таком маленьком размере брешет. Хорошо. Плюс две сотки. 1,22. А покажет, наверное, сейчас 2,5 сотки. Даже три. Нет, две с половиной. 2,6. Да. Пластинка 1,25. Плюс пять соток. Тут сейчас, наверное, будет все семь соток. Ну да. Семь соток. Доверие к нему абсолютно. Шесть с половиной. То есть, брешет сейчас на данный момент на пять соток. Плюсом идет еще полторы. Ладно. Попробуем в минус. Пластинка 1,19. Минус одна сотка. Ну да, все то же самое. Минус один и где-то три. Пластинка 1,18. Минус две сотки. А покажет сейчас, как я там. Две с половиной. Даже больше. Ну да. Минус два с половиной. Ну и пластинка 1,15. Минус пять соток. Итого покажет, наверное, минус семь соток. Или минус шесть с половиной. Ну да. Минус шесть с половиной. То есть, этот прибор брешет на каждую сотку, наверное, три микрона. Плюс три микрона. Да. Ну если сходить... Да. Где-то так. Доверия к нему нет. Но для тестов пойдет. Проверим биение конуса шпинделя. Загоняем внутрь. Подводим к нулю. Включаем. Биение в пределе одной сотки. Соответствует классу N. Биение центрирующего пояска шпинделя. В пределах 0,05 соток. Соответствует классу V. Торцевое биение шпинделя. В пределах одной сотки. Что соответствует классу P. Наклон пинули задней бабки. Две сотки. Соответствует классу N. Параллельно спинули задней бабки. Чуть больше сотки. Соответствует классу N. Проверим отклонение поперечной подачи. Параллельно спинули задней бабки. По нулям. По нулям. По нулям. Шесть соток. Не соответствует никакому классу. Определим наклон передней бабки по отношению к станине. Для этого я в патрон закрепил шток от пневмоцилиндра. Его диаметр по всей длине 12 мм. Измерение будем производить от патрона и 100 мм от патрона. Будем брать среднее арифметическое. Вращаем патрон. Выставил усредненное здесь значение. Минус 0,5 плюс 0,5. Среднее арифметическое 0. Отводим на 100 мм. И вращаем патрон. Минус 0,5 плюс 6,5. Минус 0,5 плюс 6,5. Суммируем. Получается 6 делим на 2,3. Итого получается 3 сотки. 3 сотки. Куда? В плюс давит сюда, да? То есть получается у нас бабка задрана вверх на 3 сотки. Теперь определим, насколько бабка развернута по отношению к станине. Принцип тот же самый. Среднее арифметическое. Выловил я здесь плюс сотка, минус сотка. Среднее арифметическое 0. Переводим на 100 мм. Вот сюда. Минус 6,5 плюс 16,5. Нет. Стоп. Попутал. Минус 6,5 минус 16,5. Соблюдая знак. Еще раз. Минус 6,5 минус 16,5. Так, это у нас получается 17,23 делим на 2, 11,5 соток. 11,5 соток. А куда у нас 11,5 соток? Так, это в плюс. 11,5 соток. То есть у нас получается передняя бабка смотрит на меня. То есть по отношению, если смотреть на патрон, то она повернута на 11,5 соток в левую сторону. Так не кисло, я могу сказать. Ну и как вы можете видеть, что ни о какой точной обработке здесь речь не идет вообще и в принципе. Так что вот как-то так. Можно ли это все устранить? Да, в принципе можно. Но на это придется потратить огромное количество свободного времени. И должны быть еще прямые ручки. Если собираетесь покупать что-то вроде вот такого станка, не зная как исправить все косяки и как его подогнать к высокой точности, то поверьте, оно вам этого не нужно. Это будет у вас просто груда металлолома, красиво стоящая в лу-мастерской. Просто будут зря потраченные деньги. Я, конечно, все это устраню. Все косяки, которые я озвучил в этом видеоролике, я исправлю. Приведу его к максимальной точности возможной. Ну, максимально возможная точность в моем случае это 1 сотка по прибору. Извините, микронных у меня нет. Они очень дорогие. Но я постараюсь это сделать. Придется огромное количество шабрений производить. И все это снимать, разбирать, ставить обратно. Снимать, разбирать, ставить обратно. И так очень много раз. Ну, об этом, обо всем я расскажу вам в следующем видеоролике. А на сегодня у меня все. Всем пока. Продолжение следует...